Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про неона. Неоны являются одними из самых популярных аквариумных рыбок. За их плавающими стайками в аквариуме очень интересно наблюдать. Неонов часто используют в ландшафтном дизайне. Эти рыбы отличаются спокойным характером и высокой приспосабливаемостью к самым разным условиям содержания. Неоны имеют вытянутое тело. Его средняя длина колеблется от двух до двух с половиной сантиметров. Своё название неоны получили за отсвечивающие неоновым светом полосы на корпусе. Когда мы говорим о неонах, мы говорим о красном неоне и о голубом неоне. Из них скорее, даже более привлекателен это красный неон. Красный неон в нем больше красного. У него вся нижняя часть тела красная. Вся нижняя половина тела красная. Ну и голубая полоса, как у голубого неона, по верхней части тела идут. Красные неоны более крупные. Кроме красных голубых неонов еще бывают, часто бывают черные неоны. Это другой, вообще другой неон. Черный неон у нас бывает в двух, иногда в трех разновидностях. Это собственно черный, полностью черный, черный алмаз и полностью белый. Очень редкий. Бывает еще, его иногда называют зеленый неон или ложный красный неон, у которого красного в окраске практически нет. Его очень любят использовать в ландшафтных аквариумах, чтобы добиться такой минималистичности оформления. Неоны маленькие, но плотоядные рыбы. Они любят полакомиться мелкими рачками и креветками. Это необходимо учитывать при выборе соседей для этих рыбок. Неоны хорошо уживаются с рыбами, схожими с ними по размеру. Например, с пенченосцами и малинезиями. Довольно спокойная рыба, мелкая спокойная рыба, несмотря на все свое спокойствие, это хищник. Хищник в том смысле, что он питается тем, что проглатывает полностью целиком рычков в природе. То есть выступает в роли хищника именно. Но так как его род не позволяет глотать другую рыбу, поэтому для другой рыбы он безобиден, безопасен. И также он не проявляет никакой агрессии территориальной, поэтому он безопасен и в этом смысле. То есть темперамент у него спокойный, а вот предпочтения у него такие. Он плотоядная рыба. Лучше всего содержать большим количеством. Ему будет так и спокойнее, и эффекта будет больше. То есть обычно, если неоны, это обычно десятки. Десятки или сотни в аквариуме. Тогда будет красиво и спокойно. Уход за неонами не представляет особых трудностей. Необходимо обеспечивать в аквариуме качественную фильтрацию, регулярно осуществлять подмену воды. Также не лишним будет позаботиться о декорациях в аквариуме. Неоны любят обильные заросли и коряги. Цвет для грунта лучше выбрать темный. На нем неоны смотрятся наиболее привлекательно. Довольно неприхотливые. Сейчас много неона разводится в России. Поэтому разводной неон адаптирован к местным условиям. А в природе они живут в кислых водах. В кислых водах с pH около 5 и жесткостями близкими к нулю. И общая карбонатная жесткость. Но в условиях аквариума в Москве он существует при pH в районе 7-7,5. До 8 может существовать. Общая жесткость может быть и до 10-15. Карбонатная жесткость может и 5-6 быть. Он в таких условиях себя чувствует нормально. То, что он адаптировался. Но все-таки, вероятно, размножаться ему все-таки нужна мягкая вода. Мягкая, кислая вода. Температура для него стандартная. Он может выдерживать 25-28 градусов. Кто-то с дискуссами содержит 30 градусов. Из кормов ему лучше всего подходит циклоп. На этом корме он набирает максимальную окраску. Циклоп, мотыль мелкий. Сухие корма специальные для неонов. Основные, гранулированные корма тоже подходят. Для растений он безопасен. Малька креветки съест, естественно, потому что он помещается ему в рот. На взрослую креветку, имеется в виду карликовые креветки типа вишен, на взрослую креветку он не пойдет, потому что она ему неинтересна в качестве еды. Средняя продолжительность жизни неонов составляет 3-4 года. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok